Дорогие друзья, всем доброе утро! Сейчас мы подключаемся, чтобы у нас была еще наша аудитория на ВАИКРА в Телеграме. Пожалуйста, переходите по ссылочке, тоже подписывайтесь на канал ВАИКРА в Телеграме, потому что то, что есть там и то, что мы сейчас туда готовим, в Фейсбуке этого не будет, поэтому welcome, welcome, заходите сразу же на канал в Телеграме. Мы сейчас готовим бот, в котором можно будет каждый день изучать Мишлей, притчи, то есть прямо очень, я думаю, получится с Божьей помощью, очень сильный проект у нас будет. И, значит, секундочку, название, глава МИКЭЦ. Мы сегодня начинаем глава МИКЭЦ. МИКЭЦ первый день. Все, значит, на Телеграме тоже идет, записывается, записывается, идет. Все, у нас сейчас на Телеграме почти столько же участников, сколько и на Фейсбуке. Вот, так что, слава Богу, все, в одной, мы не храним яйца в одной корзине. Сегодня у нас урок будет для поднятия души Хай Мойша Бен Сима. Хай Мойша Бен Сима, он отец и муж, и папа, и дедушка наших очень близких друзей ВАИКРА, можно сказать, партнеров, и они, чтобы их отец, их близкий Хай Мойша Бен Симха, чтобы он, Бен Сима, Бен Сима, чтобы он там на небе был в лучшем месте, в котором только можно, и чтобы он молился и поддерживал свою семью, и всех хороших, добрых людей. Итак, значит, сегодня мы читаем глава, которая начинается, очень известная глава. Очень известная глава, дальнейшая история Юсефа. История про Юсефа, как же Юсеф, все-таки он стал премьер-министром в итоге Египта, и как сбылись его пророчествия и сны. Как вы помните, в предыдущей главе братья, которые его очень не любили, он был ребенок, можно сказать, сирота, без мамы. Мама его умерла при родах его родного брата. И когда мама его умерла при родах его родного брата, тоже вот судьба, вы видите, что у праведников не всегда судьба, что вот прямо он идет по жизни, как с золотой ложкой во рту. То есть мы видим, что праведники, начиная от Авраама, они проходили тяжелейшие-тяжелейшие испытания. То есть быть праведником, это не значит быть человеком, у которого легкая, комфортная жизнь. Это значит, что ты проходишь жизненный путь, реализовываешь потенциал своей души, как оттачиваешь бриллиант, и потом уходишь в мир получения награды, и уже там, в этом мире, ты сияешь, как бриллиант, смотрят, говорят, о, вот это вот человек, да. И если он оставил хорошее потомство, если он оставил людей, которые о нем помнят, которые в честь него делают добрые дела, которые в честь него выполняют заповеди и так далее, то ему он там дальше поднимается, это то, что он оставил в этом мире, это очень важно. И вот, значит, у Йосова мама умерла при родах, он, значит, был с детства, знаете как, вот у каждого человека есть разный потенциал, и у него был потенциал его души, он был предназначен, чтобы стать лидером. И он этот свой лидерский потенциал не скрывал, но так как тяжелее всего лидеру в самом начале, как говорил Махатма Ганди, что вначале они над тобой смеются, а потом они тебе сопротивляются, а потом они тебя принимают. Так Йосов, он как раз, когда он рассказывал свои вещи и сны, где ему поклоняются снопы и звезды, и луна, то есть намекая на братьев, то они, естественно, его за это не любили, даже с ним перестали разговаривать. У него был бойкот такой, да, они не хотели с ним говорить. И потом, когда отец послал его спросить, как у них дела, они решили его убить, потом бросили в яму, потом его из ямы вытащили, продали в рабство в Египет, и он в рабстве, его обвиняют, обвинение в изнасиловании, которое он не совершал, и он на 10 лет идет в тюрьму, в тюрьме он тоже все, что он делает, Бог ему помогает, и он поднимается на ступеньку авторитета, то есть он был управляющий всей тюрьмой, именно в отделении, где сидели государственные преступники, вельможи, сановники, и он в течение 10 лет, он у них учится, так как он с ними общается, он понимает все, как управляется Египет, как управляется государство, то есть он, именно находясь в тюрьме, проходит такие тюремные университеты, именно у тех людей, которые сидели в блоке, где сидели государственные преступники, которых фараон лично туда отправлял, и в итоге он расшифровывает сон двум министрам, одному говорит, тебя казнят, второму говорят, тебя фараон вернет, и просит тому, которому он сказал, фараон тебя вернет, вспомни обо мне, значит, вспомни обо мне, он ему говорит, скажи, что я не раб, меня украли, скажи, что я сижу здесь по придуманному обвинению, я не виноват, то есть, скажи, чтобы меня отпустили, тот говорит, министр Виночерпи, скажу, скажу, и написано, вышел, вот последняя глава заканчивалась, вышел и забыл он о нем, забыл и не вспоминал. Но миром управляет Бог, и начинается глава, и было в конце двух лет, то есть, после того, как вышел этот министр Виночерпи, прошло два года, и у Парохолы, и у фараона сон. Почему начинает сниться сон? И он стоит на берегу Нила, и вот из Нила выходят семь коров красивых видов, таких жирных, таких здоровых коров, и пасутся они на берегу Нила. А вот потом выходят за ними семь коров худых, очень плохого вида, такие коровы очень плохие, и, значит, и что? И съели они этих жирных, хороших коров, съели они их, прям проглотили, и, значит, проснулся фараон. Представляете, такой сон, значит, проснулся фараон, от этого сна испугался. Значит, что дальше было? И он снова заснул, то есть он в ужасе проснулся. У меня сегодня был тоже сон, не очень такой, ну, в общем, такой стрессовый. Я проснулся в стрессе, у меня часы прям показывают, что вот спал, 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 стресса не было, а потом бах, стресс. То есть то, что во сне снится, оно дает человеку стресс. И заснул он второй раз, и ему снится второй сон. И вот семь колосков поднимаются, жирные такие, хорошие, здоровые колося, с таким зерном красивым. И вот семь колосков поднимаются, такие тонкие такие, они обветренные такие. И эти семь колосков худых и обветренных, они проглатывают каким-то образом во сне у фараона, проглатывают жирные колоси эти. И проснулся он второй раз. И было утром, уже второй раз он проснулся утром в типа М-рухо. Значит, у него, знаете, как бывает, сердце бьется, сердце очень сильно, как колокол, да, у него прям тюк-тюк-тюк-тюк, сердце бьется, в Айшлах, и послал он, и позвал всех Артумим, послал он всех позвать магов египетских, и всех мудрецов египетских. Собрал он их и рассказал им свой сон. Значит, Египет это было место магии колдовства. Вот эти пирамиды до сих пор не понимают ученые, как они эти пирамиды построили. Но они владели магией. А самый большой маг это был фараон. И там были маги, все очень серьезно владели они разными магическими штуками. Он их всех собрал. Они говорят, не знаем, не можем понять. И, значит, они предлагали свои какие-то расшифровки, но фараон, который был главный маг, он говорил, не то, не то, не то, не то, не то. И заговорил министр вот этот виночерпий к фараону и сказал ему, вот грехи свои вспоминаю я сегодня. Мы помним, за что его фараон посадил в тюрьму тогда, и хотел казнить. За то, что он был, знаете, он был главный над виночерпиями, над, вот это министр по вину, да. И когда были заседания у фараонов, представляете, у них такие, он в золоте весь фараон такой, все. И ему передавал, этот министр передавал вино в кубке. И он ему передал вино, а там муха плавала. Фараон говорит, что это такое? А он этим вином хотел закусить булочку, а в ней в булочке были камни какие-то, осколки. И он говорит, вот этих двоих, министра по булкам и министра по вину, значит, бросить в тюрьму. Они год сидели, и в день рождения, когда у фараона был день рождения, за три дня до дня рождения, им снился сон. И Иосиф сказал, одного из вас повесят, а второго освободят. И освободили именно вот этого виночерпия. И он говорит фараону, вспоминай я грехи свои, вот с этой мухой, говорит, вспоминаю я сегодня. Фараон гневался на раба своего, да, и бросил меня в тюрьму. И там, значит, был со мной тоже этот министр по булкам. И нам снился сон в одну ночь, мне и ему. И каждому снилось, что в его сне была расшифровка того, что с ним будет. Но мы не понимали. И там сидел с нами наар, подросток, еврей, еврей, раб, который был рабом у министра этих палачей, да. И мы ему рассказали свои сны. И он нам эти сны расшифровал. Каждому, значит, он расшифровал сон, как по его расшифровке этого сна. И было, как он расшифровал, так и было. И меня вернул он на своей расшифровкой. Вернул он меня туда, где я и был. То есть в день рождения уже подавал фараону вино. Значит, а его повесили. Хотя по закону и по всем предсказаниям всех адвокатов. Знаете, когда люди сидят в тюрьме. Я помню, у меня один знакомый сидел в тюрьме. Причем интересно. Он в тюрьме сидел по обвинению, которое ему должны были дать или пожизненную, или смертную казнь в России. А он сидел здесь, в Израиле. И его защищал бывший министр адвокатом. Был бывший министр юстиции Израиля. Был его адвокатом. Заплатили огромные деньги. И он не смог его защитить. По израильским законам его выдали России. Так как Россия тогда требовала по обвинению в страшном преступлении, убийствах и так далее. И в России, после того, как он в России просидел в тюрьме. А он прошел тюрьма в Израиле. Он был очень религиозный парень, который стал религиозным. В Израиле он половину тюрьмы сделал религиозной. Потому что он был такой очень влиятельный. В России он сидел там в тюрьме, пока вообще все стали религиозными. И его из зала суда полностью отпустили, оправдали на свободу, сняли все обвинения. Все. То есть оказалось, что это было надуманное обвинение. То есть он был не виноват. По суду его полностью с него сняли все обвинения. И что получается? Вот этот вот министр Виночерпия, он говорит фараону. По закону меня должны были казнить, а Виночерпия, а пекаря должны были отпустить. Потому что пекарь не мог увидеть, что в булке, внутри булки он не виноват. Должны были казнить того, кто булку делал. А я вино должен был посмотреть, что плавает в вине. Я же передавал вино, почему же я не увидел эту муху? Но так как он нам расшифровал наоборот, то есть мы отсюда видим из этой расшифровки, что его талант расшифровывать Юсефа был невероятный. Он умел расшифровывать сны. И значит он это все объяснил фараону. Ваишлах поро ваекрает Юсеф. И послал фараон и позвали Юсефа. Ваирицу минобор. И вытащили его быстро из ямы. То есть мы видим, что спасение приходит в один момент. Вот человек сидит и говорит, нет спасения. Нету вообще, непонятно. Ну нету спасения. Юсеф 12 лет уже отсидел в тюрьме. И тут в один момент его из ямы вытащивают. Бегом ваирицу минобор. Вытащили его моментально из ямы. Ваигалах. Его побрили. Значит побрили его. Ваихале всем латав. И он сменил одежду. Он был в тремной одежде. И сменил он одежду на самую такую богатую етипицкую одежду. Воевой аль-паро. И пришел он к фараону. Сегодня мы заканчиваем. Как раз сегодняшний отрывок первого дня. Завтра мы узнаем, что было дальше. Что было дальше между фараоном и Юсефом. Завтра мы узнаем. А сегодня, значит, давайте разберем тогда, что мы учили. Что нам стало понятно. Первое, что нам стало понятно из сегодняшнего отрывка. Давайте подумаем. Что нам стало понятно. Значит, Юсеф, он сидит в тюрьме 12 лет. Вот на эти первые слова, микец шнатая миамим, в конце двух лет. Значит, очень комментаторы говорят абсолютно разные объяснения. Одни говорят, Юсефа Всевышний наказал и два года лишних в тюрьме он получил за то, что он полагался на этого виночерпия. И он его попросил, чтобы виночерпий, значит, виночерпий его вспомнил-вспомнил. Два раза он ему сказал. И за это он еще два года просидел в тюрьме. Это говорят одни мудрецы, которые утверждают, что цадик-праведник должен полагаться только на Всевышнего, не полагаться на людей. Сказал об этом царь Давид. Я помню, когда-то я, значит, разговаривал с этим человеком. И он говорит, вот при Януковиче, значит, у меня был третий, там, четвертый кабинет по уровню в этой всей иерархии. Просто я был царь, царей вообще был царь. А потом бах, и все, и беженец, ничего вообще, беженец. Теперь, действительно, то есть мы видим из этого, что те, кто полагаются на людей, они, значит, тот, на кого ты полагаешься, в один момент, может, выйдет из него дух, вернется он в землю. В этот день потеряли все, кто на него полагались. Значит, счастлив тот, кто полагается на Бога. Там дальше царь Давид продолжает. Теперь, это говорят одни, те, кто говорят, что за то, что он сказал два раза, значит, вспомни, вспомни меня, то ему добавили два года. Вторые говорят, нет, это вообще неправильный подход, потому что Тора нас учит, что мы должны прилагать усилия. То есть мы должны проявлять иштадлут, иштадлут это, ну, личное усилие, мы должны прилагать. И тоже они приводят отрывок. Какой они приводят отрывок? Значит, приводят отрывок такой, что есть закон в Торе, что когда написано, если даже твой ненавистник, и у него есть животное, которое нагруженное поклажей, и упало это животное под поклажей, так ты не можешь пройти мимо, то есть ты должен ему помочь разгружать это животное, даже если он твой враг. Но животное-то не виноват, то есть ты должен ему помочь. Написано, помоги, помоги вместе с ним. Отсюда учится, что если он помогает, то ты должен ему помочь. Но он не может тебе сказать, ты разгружай, я буду тут стоять. То есть человек должен прилагать какой-то иштадлут свой, и тогда, тогда Всевышний ему также поможет. То есть не будет Всевышний помогать тому, кто ничего не делает. Как известная история, когда один человек во время наводнения залез на крышу дома и плывет лодка, ему говорят, прыгай к нам. Он говорит, меня Бог спасет, я полагаюсь на Всевышнего. Потом дальше вода поднимается, летит вертолет, ему говорят, давай спасайся, залазь на вертолет. Он говорит, меня Бог спасет. И в итоге вода поднялась, и он утонул. И он приходит на Небесный суд и говорит, как же так? Я же полагался только на Бога. То есть я такой праведник, что я полагался на Бога. Бог же должен был меня спасти, почему я утонул? А ему говорят, так Бог же тебя спасал, он же тебе посылал лодку, он тебе посылал вертолет, а ты не взял. Вторые говорят, что Юсеф, он должен был проявить Иштадлут, и он его проявил, свое личное усилие. Но, говорят они, он его предпринял больше, чем нужно было. То есть первый раз сказать ему, ты же меня вспомни, это надо было. А второй раз сказать, вспомни, это показывает, что он уже больше надеялся не на Бога, а все-таки он надеялся на свое усилие. А на уровне Юсефа это был уже недостаток веры. И именно поэтому задержали его еще на два года в тюрьме, потому что из того, что он второй раз сказал лишнее, показалось, что и первый раз он на Бога не надеялся. Понятно, да? Это вторые так говорят. Третьи говорят, все Юсеф сделал правильно. То есть Юсеф правильно сказал два раза, и при этом он полагался на Всевышнего. Но при этом он прилагал все свои усилия для того, чтобы помощь Всевышнего не была, Всевышнему не приходилось менять законы природы, делать чудеса. То есть верующий человек, когда он делает максимум усилий, он понимает, что все равно результат зависит от Всевышнего. Просто он делает, потому что надо делать, надо работать, надо быть зарисным. Зарис это такой расторопный. Но религиозный человек все равно понимает, что результат зависит только от Всевышнего. И он даже делая, он понимает, что результат не от него зависит. Теперь зависит не от его действия. Значит, третьи говорят, что Юсеф все сделал правильно. А чего же он тогда на два года остался еще в тюрьме? Они говорят так, а кто сказал, что он на лишних два года остался в тюрьме? Просто вовремя Всевышний же он управляет всем мирозданием. И каждый человек, Юсеф, Фараон, Яков, может у Иуды были какие-то дела, у Реувена и так далее. То есть Бог собирает векторы, молитвы, действия всех людей, которые участвуют в ситуации. И после этого на основе многовекторного намерения людей и их действий происходит какое-то изменение реальности, которое учитывает не только Юсефа, не только Фараона, но и многих других. Просто Фараон, Юсеф, Яков, есть люди, которые имеют большее влияние на реальность, есть люди, которые имеют меньшее влияние на реальность. Вот и все. Но все имеют влияние на реальность. А на свою личную реальность каждый имеет максимальное влияние. То есть это вот то, что можно понять сегодня из этого урока. Хорошо, дорогие друзья. Значит, завтра мы узнаем, что было дальше. Дальше там очень интересно. Поэтому жду вас завтра в 10.00. А, завтра не будет урока, извиняюсь. Извиняюсь, секундочку. Завтра у меня в 10.00 я должен с мамой быть у врача. Ровно в 10 назначили ей после операции. Значит, месяц назад была операция. Встречу. Поэтому, я думаю, что завтрашний день не хочется никому пропускать. Правильно? Поэтому мы сделаем следующим образом. 8, 9. Наверное, смотрите, у меня есть единственное. Завтра у меня очень-очень загруженный день. Поэтому завтра я проведу урок в 8 утра по израильскому времени. Блин, Эдер. Проведу урок в 8 или в 8.30. Вот плюс-минус в то время. Попадете, попадете. Нет, будут записи. Будет в Телеграме запись. Будет в Фейсбуке запись. Мы разошлем по всем каналам запись. Поэтому, если кто захочет завтра узнать, что было дальше, значит, все, кто захочет узнать, узнает. К тому же, недельная глава не меняется уже 3334 года. И кто захочет даже сегодня узнать, может совершенно спокойненько открыть недельная глава Микэц и прочитать второй отрывок недели. прочитать с комментариями. Можно читать в Хитас. Там есть перевод комментариев в Раше. На русский язык прекрасный. То есть, кто хочет учить Тору, он может учить Тору. Главное, сильно захотеть попросить Всевышнего и начать самому прилагать усилия. И Всевышний вам поможет. Все, значит, сегодняшний урок был Ле Илуни Шама для поднятия души Хайм Мойша Бен Сима и Ле Ри Фуаш Лама для полного выздоровления Рита Бадбася и все, кто нуждается в выздоровлении, в здоровье, чтобы Всевышний услышал вашу молитву и принял ее. И, значит, чтобы все молитвы, которые вы молите, чтобы Всевышний на них ответил для вашего блага. Все, удачи, успехов. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok